Телеканал КРТ представляет Подобные предположения основывались на том, что в условиях продолжающейся волны протестов, поддерживаемых с Запада, и нежелания Лукашенко следовать примеру Виктора Януковича, позорно оставившего свой пост, «Батька утратит всякую возможность лавировать между Россией и Западом, окончательно отдав предпочтение восточному вектору». В целом, такое объяснение соответствует действительности. Однако на встрече в Сочи Лукашенко и Путин воздерживались от сенсационных заявлений, вместо них сосредоточившись на вопросах экономики, политических реформ и безопасности. Так, главным итогом встречи стало выделение Беларуси полутора миллиардов долларов для поддержания экономики в условиях пандемии и экономического кризиса. Как заявил Владимир Путин во время совместного с белорусским коллегой общения с прессой, цитата, «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит полтора миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне». Комментируя выделение этих средств в Беларуси, стоит отметить, что часть из них будет направлена на рефинансирование ранее предоставленных кредитов. Проще говоря, большая часть предоставленных денег пойдут в счет от срочки выплат по ранее взятым долгам. По оценкам специалистов, живыми деньгами Беларусь получит от 300 до 400 миллионов долларов. Впрочем, для страны с 9-миллионным населением и это весьма неплохо. По итогам встречи двух президентов стало понятно, что в Москве поддерживают конституционную реформу в Беларуси. Как заявил по этому поводу Владимир Путин, «Мы за то, что беларусы сами, без внешнего давления, решили, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Это своевременно, целесообразно. Уже соответствующая структура создана во главе с зампредседателя Конституционного суда. «Знаю ваш политический опыт, уверен, что работа будет организована на самом высоком уровне». Это заявление весьма симптоматично. Оно дает ключ к тому, как в Кремле видят выход из белорусского политического кризиса и дальнейшую интеграцию двух стран. В России понимают, что ситуация, когда позиция белорусской стороны зависит только от воли своенравного Лукашенко, это потенциальная угроза союзному государству. Несмотря на то, что сейчас политическая обстановка делает невозможным его разворот в сторону Европы, нельзя исключить, что в будущем белорусский лидер вновь попытается играть в многовекторность. Поэтому Москве выгодно создавать в Беларуси мощные парламентские институты с пророссийскими партиями, а также закрепить в ее будущей Конституции курс на интеграцию в союзное государство. Вероятно, когда проект новой белорусской Конституции будет обнародован, в нем мы увидим эти предложения в той или иной форме. Вот что он заявил. По обороне. Мы с вами, как люди, собачиться можем по любому поводу. Но оборона и безопасность никогда не вызывала у нас сомнений. Мы ни у кого не будем спрашивать, проводить учения или нет. Кто хочет, пусть присоединяется. Мы на годы вперед должны спланировать малые и большие учения. Но зачем бряцать гусеницами возле границ союзного государства? Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественной войны. Из прочих договоренностей, достигнутых на встрече, следует отметить, что Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Она уже начала участвовать в последней стадии испытаний препарата. Это обстоятельство позволит нивелировать упреки в адрес Лукашенко о том, что отказавшись вводить жесткий карантин весной, он якобы поставил жизни белорусов под угрозу.